Вебинар 146. Перед вами Мелба. Фотографию сделанную неделю назад. Зачем я здесь показал? Да, один из лучших сортов России и всего мира. Один из самых-самых лучших. А мне интересно другое. Я уже к нему привык. Сейчас я на семечке часть прямо. Вот такие вот. Сейчас я покажу, какие. Ну-ка, что там за смс-ка пришла? Что за смс-ка? Все, как бывает в жизни? Вот. Отправление вручено получателю. Ничего, процесс идет. Кусочки расходятся. Смотрите. Вот это вот яблоко. Сейчас я выберу пока. Вот это классическая Мелба. Смотрите. Она упала. Я ее... Интересно видно? Я не люблю включать в свои очень скромные комнаты свет. Ну, на секунду. Вот она так выглядит. Вот. Это на молодом дереве. Ну, вот как раз вот такого, который вы видите. Для чего я показываю? Дело в том, что у меня на одном дереве вернулись родительские качества. Посмотрите. Вот эти вот яблоки. Опять включаю на секунду. Свет. По сторонам не смотреть. Вот. Видите? Почему она такая? Они тоже упали. Они поспели и переспели. Я теперь не знаю, что мне делать. Ведь смотрите. Это очень интересный разговор. Я когда пытался... Давным-давно, еще когда не было интернета, я по справочеку определил, что... Да, Мелба красная. Официальное название Red Melba. Ее происхождение Канада. И она... Где-то когда-то выделили красные плоды на дереве вот с такими плодами. И получилось... А вот дальше не знаю. То ли клон, то ли началась такая, когда такие плоды вдруг появились. Началась работа по выращиванию семян. По отбору именно красных. Потому что опять должны были по менделю попадаться и в том числе и зеленые. Ну или там желтые-зеленые. Вот. И длинный-длинный путь, чтобы окончательно закрепить вот эти качества. Вот они закрепились на картинке, да. А теперь у меня на дереве получилось 50 на 50. Половина таких. Половина таких. Я, естественно, так как у меня их перебор, вот, я их не успеваю раздавать, я все-таки буду брать семена из этих. Красные. А вот это хорошо бы... Почему она стала такой? Ну тут дураку понятно. Вернее, дураку понятно, но не всем мужчинам понятно, что вернулись. То, чего не может быть. Вспомните тех девушек, которые назвали юридитативную губернизацию уже наукой. Ну, 10-й выпускнице с этими девушек академии. Уже наука. То, что я говорю, значит, уже наука. Вот с этого вот, в котором вернулись материнское качество, я уже, естественно, набрать не буду. Наверное, черенки не буду. А вот если бы ученые провели к этому интерес, почему? Потому что у них не только цвет разный. Понимаете? У них много что разное. Например, может быть, разная морозостойкость. Это не шутки. Вот тут работа непочатый край. Но я специально еще раз сделал вот это, так сказать, отклонение от обычной лекции. Я хочу понять. Я, вернее, так, я понял. Я не понимаю. Нет, не так. Я уже понимаю. Но все-таки какой-то дико недовольный. Почему этим не занимается наука? Ведь если они захотят вот это улучшать, ну как, опять там, искусственное опыление, кисточка, презерватив, все-таки из марочки. Что дальше куда? Более северное? Ну, с чем можно скрестить? Ну, например, с какой-нибудь китайкой. Можно с ронецкой, какой-нибудь пурпуровой. Ну, получим в два раза меньше, но ведь этого добра уже столько. Я предлагаю еще раз, я воспользуюсь этим случаем, что у меня выросли, мелбы с материнскими качествами, то есть вернулись материнское качество. Вот. Только для того, чтобы у меня есть повод сказать. У меня все равно ученые были в саду, кстати, у нас в Красноярске. Об этом вот-вот выйдет это. Три небольших фильма. Посмотрите, не буду отвлекаться. Я подчеркиваю то, что совершенство уже достигли мы вообще, даже в Сибири. Даже в Сибири. Теперь наша задача не улучшать до бесконечности, так, а находить те самые формы. Вот сейчас уже срочно где-то там уже звонит ректор какого-то института, чтобы там университета, агро-университета. Вот. Что уже звонит? Срочно, чтобы утром самолеты вылетели в Железово, потому что он, во-первых, их не то что выбросит. Подарю кому-то. Собрать все образцы. А я их специально завалю. Смотрите. А вот еще, посмотрите. Имел бы и не имел бы. Посмотрите вот на это. Вот ключок. Вроде имел бы. И опять какие-то. Вот видите. Посмотрите какая она. Разве это не... А еще тут у меня яблоки, яблоки. Не хочу отвлекать вас дальше. Вы понимаете, в чем речь идет? Сейчас задача по всей России собрать, особенно по средней полосе, по северу России, сорта мировых стандартов. Они есть у нас. Есть, понимаете? В чем дело? Кандауров, привет. Привет. А? Я... Это... Человек живет при полярном круге и выращивает то же самое, что я. Вы понимаете, о чем речь идет? Хватит заниматься бесконечно работой. Я вам уже два показывал. Я вам показал, пусть этот спич минут пять потеряем, семь. я вам показал браборные 30 лет и уральские ученые вывели новые сорт сливы. Ну, еще один вариант. Да вы еще 300 лет будете выращивать, еще даже 20 таких сортов. От этого ничего не убавится, не прибавится. Это я вам говорю, садовод, ну, как бы на практик. Официальное звание фермер, кстати, если вас это интересует, кто я, что никто. И 30 лет и обычно слива которых вот фотографии все. А потом 30 лет целую грушу уральские ученые выводили и вывели. Я когда смотрю по разным источникам много, их обычно чаще всего звучит цифра. Сколько сортовых на свете? 5000. Что прибавило целый институт он работал, а эти все там еще один из этих институтов, я уж не буду знать какой наступает, там посадили директора или уголовное дело, может не посадили, может откупились. Там ректор, директор и этот самый. И казначей, кто там за ним, главбух, значит, обкрадывали 10 лет ученых. Ну, естественно, что еще удивительно, что они что-то вывели. Но нам от этого, нам, россиянам, ни холодно, ни жарко. Сейчас в моем саду находятся сотни сорта образцов, уникальнейших, потому что я не виноват, это оно само. Я не какой-то там выдающийся, который вот, а возьму-ка я из этого, сделаю вот это. Его не надо делать, оно само получается. И Мендера можно сюда прибавить, и Мичурина, хотя они противоречат друг другу. Ну, вот о чем речь идет. Давайте займемся делом. Сейчас надо, это, вот, скажите, я был тут, ладно, Амезинов Олег Олегович, а, шофер-дальнобойщик, которого, когда наши придут, должны назначить, это, я был молодым мастером, работал на, я специально подчеркиваю, какие люди нужны, я работал на, ну, на советском, на никелем заводе в городе Норильске, в цехе электролиза никеля. Я еще был просто мастером, так, потом старше мастером, я еще был довольно молод, мне было 30 лет, у меня еще не было никаких званий. Приехали два человека из Москвы, вот, есть такой институт цветных металлов, московский, директор института и его зам, меня вызвали, я специально говорю, что должно быть потом, не то, что я так хвастаюсь, я могу хвастаться, да, в металлургии я много чего умел и мог, это просто действительно заслужил чего-то, вот, и вот меня, молодого еще туда, старшего мастера, пригласили, налили коньяку и сказали, мы вас берем в Москву, забираем, так, вы будете зал лаборатории, этим же самым гидрометологией заниматься, то, чем вы занимаетесь, и вот это вот фраза ключевая, я говорю, а зачем им нужен, у меня, кроме высшего образа, ничего нет, диссертацию мы вам напишем, понимаете, это же нормально там было, диссертацию, вы нам нужны, потому что у нас умнейшие профессора, доктора, кандидаты, но они, мы не можем их заставить работать, вот эта фраза мне навсегда запала в душу, вот, они меня не уговорили, я отказался, я им подсунул свою жену, тогда говорю, умнейшая женщина, вот, заберите ее, она простым этим, работает простым гидрометологом, ходит со шлангом, умнейшая женщина, вот, и они ее взяли в штат, это было, а я отказался на АТС, я не знаю почему, сейчас бы где-то был бы на уровне, а черт знает, кем бы я был бы, своим характером, может и никем, через полгода бы выгнали оттуда, вот, на каждое лово, или как там есть, вот, на каждый винт, что там есть, и я почему это, вот это говорю, не для того, чтобы себя похвастаться, понимаете, везде нужны вот такие люди, и привет, Олег Олегович, я считаю так, что вот этот шофер-дальнобойщик, он же электромеханик, а я кланяю всегда нашим братом, металлургом, энергетиком, электриком, механиком, вот, понимаете, кто мы, мы это, мы все создали, все, что в этом, все, что, ползает, ездит, летает, это мы, и вот сейчас такой человек нужен там же, в Брянске, внести люпина, понимаете, бесконечно этот жилюпин не воспроизводить, тоже это самое, кормушка, чтобы это все, и дрянные саженцы не производили, вот, а почему я так говорю, мне надо не быть неголословным, здравствуйте, на фото плоды первого плодашения, саженцев, Сергея Железова, яблони, апорт, крово-красный, на второй год, персихосанский, на третий год, интересно, что плоды, это еще вкус, а вес, соответствует которых, где вы видели, чтобы кроме как двух-трех, это сад Железова, еще я кланяюсь еще двум-трем, пятерым может быть, этим самым садам, а сотня, для какой там соответствия к каталожному, какой отличный вкус, они сам не знают, что продают, смотрите, Олег Олегович, вот вы вырастили первый этот самый, вот как так написано, «Опорт, крово-красный», самое интересное, на второй год, ну что, Железов Сергея обманул, я вот голову морочу, или это уже не «Опорт, крово-красный», а «Персик», на третий год, а что, он уже не «Персик», вот так вот, вот я и пишу, «Брянский институт отдыхает», когда-то, чтобы навести порядок, когда наши придут, а я все равно в это верю, хотел бы верить, это значит, что везде будут посылать вот таких вот, пусть электромеханика, но с такими правами половину воли вторую полу заставить работать и работать по-настоящему. А еще до того, к Олегу Олеговичу, который вот это выращивает, это только маленькая-маленькая часть того, я вам каждый год показываю его достижения, это очередное, чтобы забрать у него весь тот материал, вместе с Олегом Олеговичем, не ждать, пока кто-то назначит с чрезвычайным комиссаром, порядок на воде. Сейчас низко поклоняйся, купить все, что у него есть. Вот мой спич закончился, 14 минут ушло. Продолжение следует...